Толщина гипертрофированной части перегородки – это один из симптомов гипотического гипертрофического субботального основания. Естественно, в желудочке вы регистрируете огромное систолическое давление, а в роте можете нормально, иногда сниженное давление регистрировать, что создает условия для синкопальных состояний. И одним из симптомов может быть первый симптом – это хатышка, второй симптом – возможно, синкопальные состояния. Порой первым симптомом может быть являться желудочков и кримическая смерть. Далее там уже утромляемость, выклабость, нарушение ритма. Это все немножко позднее возникает. Самый главный симптомом – это хатышка и в малом группе синкопальные состояния, что наиболее опасно, как я говорю, в этой ситуации, требует абсолютно показателей термогического качества. Что, как возникает? Конечно, гипертрофия, она асимметрична. Здесь, конечно, работает, что и обычная. Гипертрофия у некоторых применений может относиться асимметричный характер. Но чаще мы говорим о самостоятельном заболевании. Само собой, абстрокция усиливает гипертрофию. Гипертрофия опять усилит абстрокцию. То есть, это какой-то залпнутый круг. Значит, конечно, расслабление дистатологического функции страдает. Конечно, возникает лишение особенно кандиальных слоев. И синдром синдокартии здесь вполне возможен. И вот этот порочный круг требует своего разрыва. И на самом деле, самый важный компонент в суббортальной обструкции мы можем убрать. Затем уменьшится и гипертрофия, и гипертрофия, и гипертрофия, и гипертрофия. И, конечно, самый главный наш взгляд должен быть на суббортальную обструкцию. Вот одно из моих наблюдений в клинике Майнца. 19 лет по центру спортсмен увезли в фибрилляцию желудочков успешной реанимации. Видите, как возникает такая достаточно выраженная гипертрофия. И вот это вот вся полость, размер полости, все вынимания. И, видите, часть слайд будет на английском, и мы тоже на 10 в Вашингтоне. Мы можем, два года назад, так скажем, наш опыт будет старт. Значит, и, конечно, мы задаемся вопросом, на что мы там можем сделать для этих пациентов. И, конечно, неправильный вопрос абсолютно визитом Черчиха когда-то говорил, что мало сказать, я делаю все, что могу, нам необходимо говорить. Нам нужно говорить, мы делаем то, если не то, что необходимо, а не то, что могу. Значит, что необходимо сделать в этой ситуации сложно представить. Здесь, видите, есть ДНК. То есть, если раньше давали определение, значит, как динематика, заболевания, неизвестные теоретики, вот часто старых академиков спрашивают, их писикали, пишут, это говорят, что вошенничество, они прям как поршуны начинали оклевать, там вообще, говорить, какие они большие клиницисты, а мы ничего не понимаем. И поэтому говорим о хокбольной академиапатии, пшемическая академиапатия и так далее. Это не только неизвестные теоретики, заболевания так, это было определено. Оно было определено давно, сейчас мы знаем, заболевать причину возникновения академиапатии, гипертрофической, причина – это мутации по генам, более 100 мутаций описанных, и поэтому заболевания очень часто имеют наследственные академиапатии. Мы знаем, что может быть, но мутации, и они находятся, если мы находим пациента с гипертрофической академиапатией, очень часто мы находим те же мутации у детей, но, допустим, они могут в свою жизнь не проявить себя. И это самый главный вопрос, почему одинаковые мутации в одном случае они обеспечивают эффект заболевания, а во второй ситуации те же измененные гены не обеспечивают, то есть не проявляются. Дело в том, что кроме генов имеет массу других факторов, то есть ген может быть активно публицировать, так скажем, свой эффект, а может быть заблокирован какими-то факторами генотействия, но при снижении этих факторов, при инвестраении факторов, генователь может себя проявлять. Значит, мы провели в свое время свое исследование, ниже я вам расскажу. Вот хирург, где рассматриваемые лечения до сих пор. Значит, вы видите первый вариант, генетрофимный вариант А. Конечно, удобно здесь ввести таким тупфером, такой со стороны правого зонучка хирург выдвигает генетрофимную часть в сторону аорки, а дальше через аорки, то есть через этот доступ операция, скажем, хона, разрезается аорка и здесь вот выучивается эта часть. А чтобы она на лоджевышство, вот со стороны правого желудочка так выдвигается, как бы, эта часть. И трисицируется. Значит, вы видите разные варианты операции, здесь представлены, из них самые радикальные, когда нет полости, то нужно убрать весь клапанный аппарат, когда эти порты, эти створки мешают полностью, создадут обструкцию, что делать, это надо убрать. Хотя вы сейчас знаете, все хирурги при, допустим, уитральных клапанах, когда они подъединяют клапаны, они на сегодня оставляют весь клапанный аппарат, включая створки, оставляют внутри, прямо с поверхности, чтобы украть этот клапан. А эти даже со створками, со всеми там портами, с аппаратом, все остается в них, где может там регидация убьет, а все остальное остается и платья украла. Здесь обратная ситуация, здесь выраженная гипертрофия, которая нам мешает, и рак. Поэтому лучше увеличить полость. Такая гипертрофическая гипотеза в гипотезе при длительном ее развитии может перейти в дивизационную. И когда говорят, вот при гипертрофической гипотезе в гипотезе мы считаем, что гипертрофическая гипотеза, что и при трудной гиблибитации и гипертрофии масса миокарда увеличивается. Если вы зависите сердце больного облица в радиационной гипотезе, то можно килограмм весить. Просто огромная полость и толщина миокарда относительно этой полости небольшая. Но если вы взвешиваете этот миокарда, то будет существенно гипертрофировано, вес его будет существенно выше. Таким образом, при гипотезе меботезе, даже при длительной, нельзя говорить, что нет гипертрофии. Масса миокарда повышена, а именно оценка гипертрофии является массой миокарда. Гипертрофия, патология, кто здесь всегда. Значит, астронативный способ, социальная абляция, собственно, о нем мы и собрали здесь поговорить, но в общем, без того, чтобы рассветить всю тему, мы не можем распределять конкретно музыку. Этапы операции спиртовой абляции как и американцы любят эти индукции, были сформулированы лейки, сформулированы еще в 98-м году, сформулированы. Значит, для этого должно быть наличие одной или более сектальных метрелей. Если нет сектальных метрелей, понятно, что вы не можете выполнить от того, как и американцы. Дальше. А у вас обязательно должен быть спирт. Если у вас нет спирта, то вы не благодарите экономику. Значит, спирт должен быть 96,6 градусов. Значит, и не пейте. Поэтому я всегда говорю, не пейте, вдруг спирта не хватит для новой гипертрофической энергии и от других. Значит, обязательно нужно установить время для электрокаря дистимулятора. Это обязательно условие. У вас должен быть и ресклот, и должен быть следовательный. То есть, это устанавливается еще с начала. Значит, короткий, просветный волонник от этого малого диаметра. Вот, ЛЭКИС нам рекомендует от полутора до трех миллиметров ниже, я использую три с половиной миллиметра. Вот, это мягкий, то есть, сделает, из любого правила, если включить мягкий коронарный проводник, использование контрастной эхокардиографии, это обязательный алкогер. Я, в нынче, я вам покажу адекватное обезболивание. Я иногда, я думаю, что это внутриверный алкогер, но короткое время этим пациентам, то есть, не просто серьезное обезболивание, там, фитонила, там, или, короче, помещать, мы в ходе в ходе такой глубокой, глубокой седации, в ходе внутриверного алкогера. Потому что мы вызываем инфаркт, иногда это бывает у некоторых очень сильных. Изверение, предназначение, делается мультик по острову, это делается непрерывно, из денег, скажем, как это. И, говоря, для наблюдения в ходе инкессивной терапии, что-то инфаркт, надо бы вырезать, и вырезать 3-4 дня. Вот, технической терапии, смотрите, вот здесь стоит, здесь стоит электрон, в левом же улочке стоит электрон, радио, как это. Вот видите, какая редкая, широкая, вот эта девочка, 18-летняя, здесь я использую, ну, это старая, это очень старая, это 2002-2002, Вот, жалобный катетер, тут просветный, который со мной метка еще, но он диаметр 3,5 дня. Значит, далее, я рекомендую сделать тест, для того, чтобы увидеть, что в основном протекание контраста были баллоны в коронавирусной терапии, и вообще отметить зону, вот эту, выполнение абляции. Кроме того, часто, когда мы сможем этот развод, в это время, мы вот даже на этом этапе можем увидеть, прокрашивание миокарда, и мы можем увидеть то, куда мы здесь. За последнее время в России не было доступно для зонуковых контрастов, сейчас они есть, компания «Технопроект» подойдет его, значит, санарюм называет импорад, вы разводите его и вводите сюда, вместо вот этого контраста, вы вводите санарюм, и при этом на внутрозвуке вы очень четко видите ту зону, в которой произойдет абляция. Если мы не в той зоне, то мы нельзя, до этого мы измеряли просто давление, давление при обморочке, давление в августе. Кридент, мы допустим, что он должен сниситься больше, чем в два раза. Почему он снижается? Потому что, когда вы баллоном разбываете, вы вызываете ишемию именно этой зоны. Ишемия этой зоны, если вы знаете физиологию, то перевязка, например, коронаврной артерии, сначала, что происходит? Сначала происходит нарушение кинеза, то есть гипа, не агенеза, не зоны. Только затем, через какое-то время, вы достигаете изменение в голове КГ, как вы увидите, в том числе, и только потом вы увидите, что у вас появилась боль. Девозможно, нарушение кинеза, КГ, боль, вот такая характеристика, у некоторых боли нет. Поэтому, когда вы аккреизировали сактальную артерию, возникает естественная кинез, и абструкция уменьшает, и гранит давления у вас. Значит, мы в правильном месте, раньше мы ориентируемся на этот критерий, сейчас мы больше ориентируемся на угрозвук, вводим контраст на угрозвук, и после этого смотрим, как прокрашивается мякро. Иногда нужно две сактальные веки. Вальс-пакте, когда нет выложенной гипографии, нет сактальных веков. Что делать? Что делать? Обычно админклевый хирург, где-то отказывается от вмешательства, один известный достаточно кардиолог. Насколько известно, что проблемы я вам сейчас расскажу. Значит, выниклик предложил выполнять цептальный обряд, чтобы право коронавровать. То есть, вы знаете, что задний желудочекровец, также задний желудочекровец, также и при отсутствии отхождения серьезных перенесходящих обязательно найдете коррознабление безгородки внизу к заднему желудочекровец. Таким образом, эта методика может быть распространена на обмешательство через право доставания. Но мы должны сделать коронавровать филу, выбрать с артику обмешательства конкретно в среде социальных людей через спереди нисходящие надюки социальные ветви и взаим желудки. Это, скажем, литерат, который расширил наши возможности на сегодня в 25-м этапе. После того, как вы убедились, что вы находитесь там, вы убедились, что электрон хорошо вяжет, вы заботитесь о том, чтобы разума не болело, дайте ему серьезные посетения, после чего начните уродить спирт. Вот здесь вот в частности видно больше контрастирования контрастом и введении обычного контраста. Вот видно, что вот эта часть покрасится. Таким образом, видно, эта часть будет адрирована и в принципе мы можем туда работать. Но при сейчас стабилу будем прикрывать использование контрастное, которое является при гипертрофической гипертрофической гипоти, потому что в России недавно препараты, предыдущего не имеют решили сообщить вам в журнале День Центрии Чепокова в ближайшее время. Я нельзя вот тут посылать, но там четко показано выраженное яркое контрастирование. Это же контрастирование возникает при гипетинге спирта. Еще может даже еще синие, но не синие точно так же. И вы тогда, но если до этого выводили спирт и видели такое окрашивание и понимали, что мы там, представляете, наши глаза, когда вы видели спирт, оказалось, что он ниже допустим этого участка. То есть сегодня мы можем сказать, что там когда выводится спирт, то по усилению ярко и подокрашивание. И такое же как изношение. Конечно, эти операции дают особое ощущение, что день уколса. Когда мы видим, что мы очень хорошо эффективно помогли, вот видите магнитно-резонансная томография, видите типичный пример гипертрофии, очень маленькая индукцированная полость левого зубличка, мы видим градиент с 87 пиковый упал до 22% через год после движения. Мы видим, что у пациента пошла вниз масса левого зубличка, определенная методом, видно, как от 50 до 10 процентов толщина выменьшилась, с тем вот в этом месте 10 или 50 таким образом и вся гипертрофия ушла, мы оказались здесь очень длинными и всякие сроки получили. Вот вы видите, что как раз вот эта самая нависающая часть под полетой полностью редуцирована и вот здесь выделяю участвоваться в таком социальном он здесь в этой ситуации он почти трансмурально но больше со стороны правых отделов видите это ниже я объясню как это то есть вот здесь тот же самый виден этот момент таким образом это можно назвать идеальным случаем когда мы видим именно такую картину видите относительно небольшой у меня миокарда есть при этом очень выраженная гипертрофия двортальная вот это наш случай здесь параллельно всем пациентам параллельно с МНТ выполняли и статографию миокарда для определения ишемии и то есть диссертации моего ученика Евгения Кретова материалы когда мы всем военным стали выполнять мартин мы заметили что это не наша идея оказывается даже не человеческая была создание инфаркта миокарда оказывается у многих из них возникает инфаркт миокарда сам по себе значит то есть запрограммирована всевышенность вы видите вот это находка часто находится вот именно эти участки размягчения из последующего усывания то есть внутри этой выраженной гипертрофированной перегородки у части пациентов возникает микроза спонтанная и может уменьшаться сама перегородка поэтому это говорит нам о том чтобы она правильно обмутившаяся сама природа так делает почему бы ей не помочь и не сделать это а вот для миэктомии мы предлагаем у кого на фоне вот этой гипертрофированной части ведь сильно меняется поток там есть регуляция когда долго существует может меняться и сам нейтральный клапан может меняться и сам артальный клапан и там хирурги могут убить сразу много зайцев и убрать ситуацию с клапанами и убрать эту гипертрофию и выбрать эту процедуру пола не так как ущипы из артального кухня но нормальный хороший участок могут лисичить вот конечно сегодня любой хирург скажет что миэктомия это метод выбора и это стандарт но наверное как и с артальным сконозом в большинстве случаев но все больше и больше процентов которым можно выполнить операцию с терковой ревляцией хотя если анализировать данные такие свежие 50-й год но смотрите у меня анализ субтально-рукотельной ревляции с миэктомией значит кратковременная летальность мне показано что лучше миэктомия и убисти